Философия самого проекта предполагает, что там для каждой цели, для каждой задачи есть свои определенные инструменты. То есть, когда мы говорим про проекте миллион долларов за 8 долларов в день, основная задача за 8 долларов в день долгосрочно сформировать капитал в миллион долларов. Сформировать. То есть, предполагается, что этого капитала сейчас вообще нет никакого. Сейчас у человека есть возможность 8 долларов в день платить самому себе в будущем самому себе через 20 лет или вашему ребенку через 20 лет и он хочет сформировать чтобы это был капитал в миллион долларов он берет присоединяется и достигает этой цели вместе со мной другой вопрос у человека есть капитал недвижимость у него есть машина да то есть у него есть активные источники дохода у него капитал уже есть этот капитал требует управления то есть не откладывать по 8 долларов в день чтобы получить капитал сформировать капитал в 1 миллион долларов а у него уже есть там 500 тысяч долларов и он соответственно задается вопросом а что мне делать в долларах это все держать но если надо доллары печатают или есть риск того что будет долларовая инфляция и мне будет нехорошо что мне в этом случае делать акции покупать какие российские и американские какие акции рост или акции ценности и вот у него соответственно то про что мы говорим сейчас я говорю что есть проект миллион долларов за 8 долларов в день и есть управление моим капиталом то есть я сейчас говорю о своем капитале как я это вижу и поэтому здесь получается что если мы распределяем задачи говорит что у меня нет денег но есть огромное желание инвестирование инвестировать изучать в этом там вместе со мной вместе welcome да на вебинар я бесплатно расскажу как это работает и почему я уверен в своих цифрах если уже есть капитал да если нужно куда-то инвестировать то здесь я говорю что здесь да здесь определенное управление здесь есть понимание того что в принципе рынки стоят дорого здесь есть такие внешние предпризнаки что баффет допустим не покупают то есть у вас это сейчас исторически самая высокая доля кэш на счете да другие крупные институциональные инвесторы не покупают многие страхуются от падения то есть они тоже же не дураки они тоже делают это просто так индикатор баффета до отношения капитализации фондового рынка американского ввп который производит да как непосредственно мере тоже находится на исторических практически максимальных значениях и риск коррекции достаточно высоко и поэтому здесь жадность не должна превалирует до акции должны быть до золото должно быть дальнейшем должна быть но доля кэша сейчас должна быть все-таки побольше потому что опять я здесь периодически возвращаюсь к этой истории когда я лично этого не использую кроме 14 года в 98 году я был слишком молод и меня не было знаний в 2008 году я только начинал инвестировать был незначительный и капитала не было потому что я жил в кредит а 14 года я хорошо заработал и сейчас самую большую возможность для заработка которую я вижу это как раз таки вот следующие пять лет то есть если ты меняешь свою точку зрения горизонт инвестирования и вот опять-таки срок этого инвестирования достижения финансовой цели в любой момент времени ты можешь найти сделку века то есть даже раз в месяц если ты смотришь с этих позиций есть реально интересные истории которые можно покупать прямо сейчас и поэтому меня это нисколько не смущает я не собираюсь ничего продавать в портфеле по-прежнему есть золото которое его балансирует в случае если будет все-таки коллапс на рынке если девальвироваться рубль то соответственно докупаем сейчас экспортно-ориентированные компании которые чувствуют себя хорошо и комфортно у которых не спорим долга у которых хорошие могут быть дивиденды которые будут прямыми бенефициарными девальвации рубля и поэтому никак не смущают будут делать все так же как раньше и самое главное проинвестировано только там ну а в силу там 10-15 процентов предполагаемой суммы то есть 90 процентов средств еще даже не проинвестировано я наоборот этого кризиса жду этой коррекции как раз таки для того чтобы покупать активы по более низкой цене но ни в коем случае не продавать то что же куплено как ворон баха когда когда делаешь предложение супруги а в будущем ты никогда не идешь с мыслью о том что у вас будет развод предполагается что вы проживете долгую жизнь счастливую у вас появится большое количество детей и умрете вы в один день то есть прожив очень долго как добавок говорит я очень долго подхожу к выбору компании на которой пожениться предполагается что я с ней проживу всю жизнь но опять таки если компания изменилась если если жена там не следит за детьми не готовит еду не исполняет супружеский долг постоянно выносит мозг то мне ничего не мешает подать на развод так же и здесь если компания начинает вести себя плохо если соответственно меняется менеджмент если мне не нравится то что они делают если она начинает увеличивать долги в период когда есть риск повышения процентных ставок я считаю что это может быть рискованно для меня для акционера и поэтому конечно же я продам и не только я же я по сути уже поженил своих детей да потому что у меня это вопрос создание капитала для своих детей не столько для меня а